Эвакуировался из-под обстрелов на велосипеде житель Часово-Яра. С усилением атак российской армии на город решил, что пора выезжать в более безопасное место. Подробнее о его истории и ситуации в населенном пункте расскажет Анастасия Волкова. 46-летний Алексей – коренной житель Часово-Яра. А родной город решился покинуть, так как обстановка становилась все опаснее. Бои слышно все ближе по звукам, очень активно работает артиллерия и разбивает все под ноль. Поселок, где я живу, его разбивает артиллерия, выбивают дома, гаражи и целую неделю зажигательными градами крылья так, что много домов выгорело. Мой дом чудом остался целый. Все горело. Возле меня домов 10, которые были уже разбиты, которые некому было тушить. И сейчас погода такая. Все в дыму, пожарище. Алексей служил пастором в одной из городских церквей. Помогал людям эвакуироваться, чинить кровли и выбитые окна после обстрелов. На соседней улице женщина и брат инвалид, им под 60 получается, им дом разбило, кухня сгорела. Сейчас вот это ж искал волонтеров и они связывались. Ну, я их убеждал выехать и содействовал, как бы. Ну, вроде бы должны их забрать. Семью из Часово-Яра, жену и троих детей мужчина вывез раньше в Черновицкую область. Сам остался следить за домом. За два последних года, говорит, привык жить без электричества, воды и газа. Я когда-то сказал, что я уеду из Часово-Яра, только если будет угроза оккупации. Я надеялся и верю, что этого не будет, потому что Часово-Яр – это очень важное стратегическое место. Но сейчас я уже тоже, видя, что происходит, немножечко начал переживать. Поэтому я сейчас как бы и выехал. Ну, выехал с учетом на время. Пройдет время, я тогда посмотрю, как оно будет, как с домом будет. Буквально недавно в крышу его дома попал российский беспилотник. К уезду я починил крышу, чтобы не затекало. Накрыл чем смог, чем было. Там терпаулин, одежда с куском шифера. Я уехал, оставил дом на божье попечительство. За ним присмотрит сосед. Будет ночевать у меня в подвале, получается. И там уже как Бог даст. То есть вот надеюсь и верю, что Бог и наша ЗСУ не допустит их в город, не даст им эту высоту. Но многое зависит же от того, насколько у нас будет, чем их сдерживать. Решение Алексея эвакуироваться в Константиновку поддерживает волонтер и его земляк Евгений Ткачев. Сам он выехал из Часового Яра в прошлом году, но регулярно привозил в город питьевую воду, гуманитарную помощь и корм для животных. Несколько дней назад я был в Часовьяре. К сожалению, сейчас это каждая поездка уже лотерея. Поэтому ездить очень опасно. В основном и по двум причинам. Это дроны вездесущие, которые сейчас охотятся за любой машиной. Гражданская, негражданская, с эмблемами красного креста, без эмблемы. Хоть что нарисую, все равно их атакуют. И вторая проблема – это авиабомбы, капы. В связи с этим, сейчас Евгений решил, что с гуманитарными миссиями ездить в Часов Яр очень опасно. Теперь я для себя принял решение, что я буду ехать только в том случае, если речь будет о спасении человеческой жизни, только если эвакуация. А так гуманитарной помощи у них достаточно, всего у них достаточно. Нужна будет помощь для спасения жизни. Я готов рисковать своей жизнью. На сегодняшний день в Часов Яре остается 690 мирных жителей. Эвакуироваться из города у них еще есть возможность, говорит начальник Часов Ярской городской военной администрации Сергей Чаус. Также в населенном пункте достаточно гуманитарной помощи, лекарств и воды. Обстрелы не утихают. Каждый день, фактически каждый час что-то летит. Жителям максимально трудно в данный момент. Потихоньку эвакуация продолжается. Вчера вывезли двух людей. И каждый день пытаемся одного, двух, трех жителей вывезти из города. А так базовые потребности людей пытаемся обеспечивать и дальше. Гуманитарная помощь, вода, пункт несокрушимости – это все есть. А жесточенные бои продолжаются на подступах к городу. В самом Часов Яре оккупантов нет. И дай бог, чтобы и не было. Боевые действия продолжаются. Они очень активные, очень насыщенные, поэтому сложно. Житель Часов Яра Алексей рассказывает, на эвакуацию на велосипеде в Константиновку потратил около часа. Всю дорогу его сопровождали обстрелы. Сейчас помогают местным волонтёрам готовить украинским защитникам бесплатные обеды. Это инициатива волонтёров из Румынии и Черновицкой области. Вот сейчас я делаю для ВСУ то, что могу делать руками. Не только молитвами и словом, но ещё и руками. Чем можем, тем помогаем. Это моя миссия, моя жизнь – быть полезным для мира, для людей. На данный момент для ВСУ. Волонтёры планируют пробыть в Донецкой области около недели и предложили Алексею отвезти его к семье в Черновицкую область, когда будут возвращаться домой. Из Донецкой области Анастасия Волкова, Артём Воронин для телеканала «Фридом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok